Всем привет, дамы и господа! С вами снова Александр. Сегодня я вам расскажу о кресле от компании Recaro. Моделька называется Mako L-Lite. Это кресло категории 2-3 со 100 см до 150 см роста ребенка. По новому стандарту уже килограммы ребенка не важны. Сейчас важен именно рост. И что касается, кстати, новых стандартов. Это кресло соответствует последнему стандарту R129. Это так называемый I-Size. Это стандарт, который сильно поднял требования по безопасности к перевозке детей в автомобиле. И кресла, которые получили этот стандарт, имеют очень высокий уровень безопасности. И ему можно доверять своего ребенка. Вот, кстати, еще о технологии, которая здесь использована. Здесь дополнительно стоит система, которая гасит энергию удара при боковых ДТП. Это вот такие вот накладки. Она называется Advanced Side Protection. Ее нужно, накладка имею ввиду, одеть со стороны двери из салона. Это делать не обязательно. Она просто место скрадывает. И когда происходит ДТП, она, соответственно, удар принимает на себя. И гасит энергию удара в первую очередь. Поэтому не забывайте использовать эту штуку, чтобы получить максимальный уровень безопасности, который может дать это кресло. Так, соответственно, давайте теперь поговорим о комфорте. Потому что здесь с этим все просто очень замечательно. Интересные фишки использованы в этом кресле. Начнем, как говорится, снизу вверх. Сидение. Здесь очень много места. Использованы очень хорошие материалы. Они действительно премиальные качественные материалы. Кстати, по уходу до 30 градусов стирая машинки, оно не сядет и все будет хорошо. Сразу вам подмечу этот момент. Сидение большое, места много. И что очень важно, здесь есть вот такая штука, как регулировка длины сидения. Ребенок растет у нас в высоту, ножки тоже. И чтобы ножки не затекали, вот эта вот подножечка, она просто спасение. Поэтому 5 баллов вот за вот это вот изобретение. Что касается комфорта, например, в летнее время года, здесь в каркасе много дырочек специальных вентиляционных. В середине вообще ткань используется в сеточку. Здесь все это в совокупности работает таким образом, что ребенок не прет спинка. Здесь полностью гуляет воздух. Вентиляция происходит за счет всех этих отверстий и сетчатой ткани. Поэтому вот это очень-очень круто. Во многих креслах других производителей этого не хватает. Что касается наклона. Здесь такая плавающая спинка. Она примет положение спинки автомобильного сидения, чтобы ребенок под 90 градусов не сидел. Спинка наклонена немножечко. И здесь кресло, соответственно, также будет наклонено. Поэтому вот с посадкой у меня вообще претензий нет. Подлокотники там, где надо. Много места. Хорошие ткани. Подножка. Вот по комфорту просто супер штука. И что касается комфорта. Здесь есть такая вещь, как наушники, встроенные в подголовник. Это не только для ребенка комфортно, но и для родителей. Далее планшет. Здесь идет в комплекте кабель AUX. Подключаем телефон, планшет. И у ребенка звук идет с наушников в подголовник. Здесь не колонки. Они не орут. Именно наушники. Ему там хватает громкости. Вас звук досаждать не будет. Поэтому просто очень крутая фишка, которой, я не знаю, ей нужно обязательно пользоваться. Ну, лично, как мое мнение. Так, что касается пользования креслом. По посадке мы с вами разобрались. Здесь есть возможность крепления и зафиксом, и без зафикса. Если, например, вы хотите поставить на передней сиденье. Там в большинстве автомобиль, да почти во всех, за исключением нескольких, нет из зафикса. Поэтому мы им пока не пользуемся. Просто поставили, посадили ребенка и пристегиваем автомобильным ремнем. Точно так же, как пристегивает себя взрослый человек. Единственное, вот пару моментов, которые я сейчас отмечу. Ими не стоит пренебрегать. Они очень влияют на уровень безопасности. Вот смотрите, ремень мы пропустили, застегнули. Ремень у нас сужается под подлокотником. Проходит здесь. Оба, причем ремня. Здесь проходит один ремень. И очень важный момент. В подголовнике есть направляющие красного цвета. Они обычно бывают. Здесь, соответственно, тоже. Здесь проводим верхний ремень. Это нужно для того, чтобы ремень не попал на горло ребенка. Он на той направляющей и называется. Он фиксирует ремень от плеча на грудь. И чтобы это все правильно работало, регулируйте по высоте подголовник таким образом, чтобы расстояние от подголовника до плеча ребенка было не больше двух пальцев и желательно не меньше одного, чтобы ремень находился там, где нужно. Вот этим золотым правилом не пренебрегайте. И все будет замечательно. Так, если вдруг изофикс все-таки есть и хотите на изофикс постоять сзади, вот у нас сам изофикс. Он у нас композитных материалов. Выполнен он гибкий, облегченный. И вытаскивается по одному. По одному удобнее, потому что очень удобно взять в одну руку. Раз, защелкнули. Потом берете вторую руку. Защелкнули. И, собственно, можно двигать. Регулируется оно вот так вот. Все, кнопочки нажали, задвинули. И можно ехать. По высоте подголовник регулируется с помощью кнопочки сзади на подголовнике. Здесь в спинке установлены, кстати, дополнительно крылья безопасности. Вот видите, вся спинка. И еще дополнительно здесь установлены вот такие вот крылышки. Они у нас регулируются с подголовником, подстраиваются непосредственно под рост ребенка. Поэтому неправильно вы здесь ничего не сделаете. Вот, собственно, как это происходит. В целом, всю информацию по креслу я вам донес. Добавить мне сейчас больше нечего. Пару слов моего личного мнения о кресле Recaro. Я очень люблю вообще бренд Recaro. Это такой хороший премиальный продукт. И в 2-3 категории непосредственно вот в этой группе они практически эталонные. По посадке, по материалу, по вот этим фишкам, которые наушники элементарно, удлинить сиденья. Такого, в принципе, нет практически нигде. Поэтому в 2-3 категории я считаю это практически номер 1. И как вот тут не рекомендовать такое кресло? Я очень рекомендую к рассмотрению вообще линейку Recaro обязательно всю. Ну и, соответственно, вот эту тоже. Это не дешевое кресло. Оно стоит денег. Это все-таки премиум продукт. Но здесь мы получаем максимум за те деньги, которые мы за него заплатили. Дальше уже особо стремиться не к чему. Поэтому, если есть возможность, приезжайте в магазин, померьте ребенка. Понравится, убедитесь в моих словах, которые я вам сегодня в обзоре рассказал. И смело приобретайте. Я, в свою очередь, хочу пожелать вам хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребеночка. И всего доброго вам. До свидания.